Пытались спасти, но не успели. Четырехлетняя девочка погибла на пожаре в Шериховском районе. Честный дом загорелся 9 июня. В этот момент внутри были бабушка и двое внуков. Женщина на первом этаже, дети на втором. Подняться к ним бабушка не могла из-за огня, поэтому выпрыгнула в окно и закричала, чтобы дети сделали то же самое. Восьмилетний мальчик спрыгнул, но получил при этом травму. Девочка покинуть дом не смогла. Ее тело обнаружили пожарные. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку. В МЧС назвали две возможные версии произошедшего. Неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. В следственном комитете заявили, что во время осмотра дома было найдено сгоревшее майнинговое оборудование. И про огонь, и про майнинговое оборудование мы еще поговорим сегодня в выпуске. В эфире новости по будням. Здравствуйте! Давайте вместе подведем итоги дня. Начнем с коротких анонсов основных тем. В Иркутске задержали восьмерых налетчиков на майнинговую ферму. Они напали на техника и связали его, но украсть ничего не смогли. Детали происшествия в первом материале программы. В программе также узнаете о подростке, который нашел боеприпасы в черте Иркутска. Мы выясняем, что теперь будут делать с необычной находкой правоохранители Прибайкалия. В Прибайкалии дети с сахарным диабетом смогут получать бесплатные глюкометры за счет средств регионального бюджета. Это стало возможным после вмешательства прокуратуры. Как часто за помощью пациенты обращаются надзорные органы, расскажем в выпуске. Отдельного рассказа заслуживает улица Верхняя набережная в Иркутске. Где разбитая дорога, трескается асфальт и периодически горят заброшенные деревянные дома. Сегодня разбираемся, когда эту территорию наконец приведут в порядок. И теперь о событиях дня расскажем подробнее. Газовый баллончик и скотч их оружие. В Иркутске полицейские задержали восьмерых налетчиков на майнинговую ферму. Ночью они проникли на территорию, где было расположено оборудование в деревне Столбова. Там они распылили газ, напали на техника, связали его скотчем и избили. Но украсть подозреваемые ничего не смогли. Их заметили разнорабочие фермы. Они поймали одного из разбойников. Им оказался 19-летний житель села Горохова. Остальные нападавшие разбежались. Но скрывались они недолго. Всех нашли сотрудники полиции. Теперь задержанные дают показания. Налетчикам может грозить до 12 лет тюрьмы за разбой. Еще один вопиющий случай произошел в Иркутске. Подросток в одном из микрорайонов города нашел гранаты. Как поступил в этой ситуации юный иркутянин и что теперь будет с опасной находкой сегодня узнавала Кристина Черкова. И понял, что перед ним железный ящик с гранатами. Такой необычный улов юный иркутянин Дмитрий Лацвейв поймал в озере в юбилейном. Ржавую металлическую канистру 14-летний подросток нашел, когда гулял у водоема с другом. Я сам не знал, что делать. Думаю, домой тащить. Думаю, за ней. Потому что если дом рванет, потом полицейских увидел. Сказал другу. Я ему сказал, что он позвал ДПС. И вот. Он подозвал. Они подъехали на машине. Они говорят, что там у тебя. Я говорю, вот, боеголовки нашел. О находке мальчик сообщил и маме по телефону. Но женщина даже сначала не поверила сыну. Подумала, что он просто фантазирует. Но все оказалось куда серьезнее. Минут 10 прошло. И он мне звонит. И сотрудник взял трубку. И говорят, вот так-то и так-то ваш сын нашел. Вот тогда-то я испугалась. Я в магазине даже корзину с продуктами оставила. И бегом сюда. Когда Елена прибежала на место, территорию уже оцепили полицейские. Взрывотехники ОМОНа, Росгвардии обследовали найденные боеприпасы. Ликвидировать у водоема их не стали, а передали следственно-оперативной группе. Специалисты проведут экспертизу, чтобы в том числе выяснить, откуда в черте города появились эти боеприпасы. А бдительного подростка уже наградили за грамотные действия. Руководством городского управления полиции он был поощрен в торжественной обстановке. Вместе с тем полиция Иркутской области напоминает, что в случае обнаружения подобных находок рекомендуется незамедлительно сообщать об этом в полицию. Ведь подобные находки представляют огромную опасность для людей. И хорошо, что эта история закончилась именно так. Кристина Черкова, Андрей Назаров. Новости по будням. Деревянная история Иркутска под угрозой. В городе продолжают гореть домопамятники. 9 июня пламя захватило усадьбу Стребейко на улице Лапина. Это второй пожар с начала года в историческом здании. Дом состоит в перечне объектов культурного наследия Иркутской области. Он был построен в 1870 году. Им владел Эдмунд Стребейко, владелец строительной компании. Он занимался возведением за Байкальской железной дороги. В последние годы домом владел собственник, который собирался отреставрировать здание. Но пока мечтам не суждено сбыться. Причины возгорания устанавливаются. Известно, что очаг пожара находился на втором этаже здания. Что будет дальше с полуразрушенной усадьбой неизвестно. Как и с многими другими деревянными домами-памятниками, которые уничтожил огонь. Эти происшествия всегда беспокоят общественность города. После пожара 1879 года было принято решение, что центр города должен быть всем каменным застроенным. Поэтому те дома, которые еще остались, надо, конечно, нам сберегать. Надо их беречь, успокоиться о них. И, конечно, это задача государства. И если не будет у нас деревянного города, деревянного исторического Иркутска, то та туристическая привлекательность, о которой мы так много говорим, от нее ничего не останется. Ну и каменные памятники страдают от огня. 13 мая в Иркутске пожар сильно повредил здание бывшего театра юного зрителя. Площадь возгорания составила больше тысячи квадратных метров. На ликвидацию пламени потребовалось около суток. Вообще, за последние два года в столице Прибайкалья сгорело больше десяти объектов культурного наследия. Если тенденция продолжится, то к середине 21 века в Иркутске не останется аутентичных строений. Регулярно горят деревянные дома и на улице Верхней набережной в Иркутске. Эта территория клубок проблем на карте города. Там есть и ужасные участки дороги, и прогулочная зона в трещинах, которая медленно сползает в воду. Тему продолжит Даниил Седов. Еще немного, и этот забор вместе с асфальтом уплывет в ангару. Недавно прогулочная зона на Верхней набережной в Иркутске была местом притяжения для горожан. А сегодня это несколько сотен метров ям, трещин и мусора. Очевидно, что тротуар на Верхней набережной в Иркутске нуждается в срочном капитальном ремонте. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Для начала необходимо провести процедуру берегоукрепления, а на это нужны деньги. Их сейчас нет ни в городском бюджете, ни в бюджете Иркутской области. Поэтому администрация Иркутска готовит заявку на получение средств из федеральной казны. А это может занять много времени. Почему берег не укрепили, когда набережную только сооружали, неизвестно. Но это не единственная проблема улицы Верхней набережной. Проезжую часть на участке возле частных домов не могут привести в порядок, хотя работы здесь начинались еще в прошлом году. Но резкий подъем уровня воды в Ангаре смыл надежду на то, что реконструкция закончится в 2021 году. От затяжного капитального ремонта здесь устают даже дорожные знаки. Вот, например, вот этот указатель, вероятно, от сильного порыва ветра свалился в траву, а поднять его некому, потому что строительных бригад здесь не было с прошлого года. Но раз уж наша съемочная группа приехала сюда, то мы и наведем порядок. По первоначальному проекту здесь должны были сделать двухполосную дорогу с тротуарами, но пока здесь только ямы и спиленные деревья. В мэрии нас заверили, что в этом году реконструкцию доведут до конца, только сначала утвердят новый план с учетом возможных подъемов Ангары. Проект невозможен к реализации. Ну, просто по техническим параметрам невозможно выполнить ту проектную документацию, которая прошла государственную экспертизу техническую. В настоящий момент подрядчикам подготовлены технические решения. По срокам этот объект планируется до конца этого строительного сезона выполнить и сдать в эксплуатацию. А это октябрь 2022 года. Решить другую вечную проблему верхней набережной – дома, которые периодически горят намного сложнее. Ведь эти заброшенные постройки, частная собственность и мэрия не имеют права сносить здания. Но другие проблемы под силу решить местным властям. На это мы и жители города очень и надеемся. Данил Седов, Владимир Пинаев, новости по будням. Наконец наведут порядок и на Галаусницком тракте. Там уже несколько лет разрастаются горы мусора. Незаконная свалка – результат совместных усилий местных жителей и туристов. Отходы уже захватили более 44 тысяч квадратных метров. Это примерно как семь футбольных полей. И все это недалеко от Байкала. Почти два года решался вопрос, кто должен ликвидировать эту свалку. Ведь отходы захватили и земли лесного фонда, а за них отвечает Министерство лесного комплекса и территорию Иркутского района. Но никто не спешил делать первый шаг. В итоге в дело вмешалась природоохранная прокуратура. Сотрудники ведомства обратились в суд. Там было решено, что ответственность несут и местные власти, и Минлеса. В прокуратуре сообщили, что администрация района уже заключила контракт на ликвидацию свалки, и работы наконец начались. После вмешательства прокуратуры решилась и другая проблема в регионе. Теперь в Иркутской области дети с сахарным диабетом будут бесплатно получать глюкометры. Все подробности в материале Олега Федорова. Для мальчика просто конфета, для его мамы необходимость посчитать углеводы и сахар. Недавно четырехлетнему иркутянину Семену Бурмисову поставили диагноз «сахарный диабет первого типа». Несмотря на расхожее мнение, даже при таком заболевании можно есть сладкое. Но надо постоянно отслеживать уровень сахара. Делает это Ксения, мама мальчика, с помощью специальной программы на телефоне и ридеры. Это глюкометр, который не требует забора крови. Такие аппараты можно получать за счет властей. Но не в Прибайкалье. Ридеры не подпадали под соответствующий стандарт для бесплатной выдачи. Его не было просто в перечне медицинских изделий. Но это не показатель, что его отказать. И поэтому мы решили вот своими силами сначала. Родителями собрали обращение. Но опять получили тот же самый ответ, что нет в стандартах. Хотя, ну опять же подчеркну, он был уже на тот момент в стандарте оказания медицинской помощи при сахарном диабете. Сегодня сахарным диабетом страдают 869 маленьких жителей Прибайкалия. Они ежедневно делают по несколько процедур для контроля уровня сахара. Это сильно бьет по кошельку. В среднем 30 тысяч рублей ежемесячно. Поэтому родители только с этим заболеванием решили объединиться. Они написали коллективное обращение в областную прокуратуру. Ведомство обратилось в региональное правительство. И только после этого дело удалось сдвинуть с мертвой точки. В марте текущего года региональным правительством были внесены изменения в территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, которые предусматривали обеспечение за счет регионального бюджета детей диагностическими системами мониторинга уровня глюкозы в крови. На эти цели в региональном бюджете было предусмотрено более 100 миллионов рублей. Сегодня региональный Минздрав приобрел аппараты уже для 731 ребенка. К сожалению, в прокуратуре нередко приходится вмешиваться в подобные ситуации. В прошлом году сотрудники ведомства помогли 957 детям получить положенные по закону лекарства и медицинские изделия. Нарушались права ребят, которые страдают иммунодефицитом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Все упирается в бюрократические проволочки, формальный подход или даже нехватку средств. И родителям самим приходится добиваться положенного. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням. Тем временем, 10 июня, ученые зафиксировали на Байкале еще одно землетрясение. Его эпицентр находился в акватории озера, а максимальная сила толчков составила 4 балла. Их почувствовали жители сел Еланцы и Черноруд в Ольхонском районе. Три балла докатились до поселков Хужир и Бугульдейка, а также деревни Курить. И теперь, чтобы лучше и подробнее изучить земную активность в нашем регионе, в Иркутске, Ангарске, Шелихеве, Байкальске и Усолье-Сибирском появятся новые сейсмические станции. Они будут следить за тем, как разный грунт реагирует на подземные толчки. Сейчас в регионе расположено 26 станций. Они накапливают данные. Информацию будут анализировать ученые. Но это не поможет в предсказании землетрясений. Пока это невозможно. Максимум можно лишь оценить вероятность возникновения толчков в разных районах. С предсказаниями порой путают систему быстрого предупреждения. Но такие приборы лишь фиксируют самую первую волну землетрясения и подают сигнал за несколько секунд до того, как она придет в город. В нашем регионе такая система пока не реализована. И, может быть, и нет смысла ее реализовать, потому что у нас Иркутск расположен достаточно близко к эпицентральным зонам. И волна идет с такой скоростью, что мы просто не успеем эти секунды выиграть и предупредить. Кроме того, для развития такой системы раннего предупреждения необходима плотная сеть станций. Систем предупреждения о мошенничестве просто не существует. Поэтому люди легко попадаются на уловки аферистов. А так как сейчас в самом разгаре пора сдачи ЕГЭ, злоумышленники наживаются и на этом. Подробности прямо сейчас. Для кого-то экзамены, для кого-то повод подзаработать. Мошенники, которые якобы продают правильные ответы на ЕГЭ и ОГЭ, сейчас активизировались. Эта схема обмана работает еще с самого начала внедрения в стране такой системы аттестации. Ежегодно в стране вскрывали десятки фактов подобных афер. Современные технологии лишь упростили этот процесс. Специалисты одного из банков зафиксировали активность злоумышленников в Телеграме. В этом мессенджере сейчас появились многочисленные каналы, в которых школьникам предлагают купить ответы к экзаменам. Мошенники обычно публикуют примеры ответов на тесты, чтобы привлечь внимание новых пользователей. Однако после того, как школьники или их родители, а бывает и такое, переводят деньги и отправляют квитанцию, администратор блокирует им доступ в канал. Причем доказать факт обмана очень сложно, и даже после обращения в полицию и блокировки канала на его месте появляются несколько новых. Так что единственный вариант не попасться на удочку мошенников, не пользоваться подобными сервисами и просто готовиться к ЕГЭ. Павел Желудев, новости по будням. Готовились к экзаменам и показали отличные знания. 11 выпускников Иркутской области получили 100 баллов по химии и литературе. ЕГЭ по этим предметам 11-ти классники сдавали первыми, и вот стали известны результаты. Экзамен по химии в нашем регионе сдавали более тысячи школьников. Из них 101 участник набрал выше 80 баллов, а два 11-ти классника из Ангарска и Братска написали ЕГЭ на 100 баллов. Литературу для поступления в ВУЗы сдавали 558 будущих абитуриентов, и сразу 9 из них получили самую высокую оценку – 100 баллов. Это ученики из Иркутска, Ангарска, Уссуле-Сибирского и Нижнеудинска. Сложнее литературы и химии, видимо, оказалась география. Выше 80 баллов смогли набрать только 12 человек. 100 баллов по этому предмету нет. Теперь выпускники ждут результатов ЕГЭ по русскому языку. Они станут известны 17 июня. Получение образования – лишь первая ступень в построении карьеры. Одних корочек специалиста и знаний может оказаться недостаточно для того, чтобы развиваться в профессии. Как предприятие Прибайкалья находит перспективных сотрудников, узнаете далее. На ближайшие три месяца иркутянке Евгении Додингефт придется серьезно перестроить личный график. Девушка будет совмещать работу и участие в корпоративной программе «НПлюс Групп. Моя карьера». Проект объединяет перспективных молодых сотрудников энергохолдинга из разных уголков России. Участников собрали в Иркутске для знакомства. Им в командах предстоит с нуля разработать проекты на тему экологии, охраны труда и цифровизации. В мою команду входят ребята из Красноярской, ТЭЦ, с Братска, с Ингарска. Мы сегодня обсуждали, как мы планируем в дальнейшем нашу работу. Ну, как минимум, мы сегодня хотим еще раз вечером тесно собраться, обсудить все. Ну и в дальнейшем планируем платформно работать вместе по средствам скайп, каких-то, может быть, встреч, если получится. Параллельно для участников программы проведут вебинары и лекции с участием ведущих специалистов компании. Конкурс «Моя карьера» — это шанс для начинающих энергетиков реализовать себя и продвинуться по карьерной лестнице. Поиск и поддержка талантливой молодежи — часть кадровой политики и энергохолдинга, которую определил его основатель и общественный деятель Олег Дерипаско. Заявки на участие в проекте в этом году подали 400 сотрудников. Ольга приехала из Нижнего Новгорода. Интересно мне участие в этой программе тем, что дает направление, в принципе, базу, которую можно пользоваться, чтобы развиваться как личность, как руководитель. Мы, в принципе, в работе, общаемся с Иркутском, у нас есть некоторые различия. Очень интересно, какие находим пути коммуникации, варианты исправления или работы, в принципе. Мы очень рады, что у нас столько инициативных ребят, что такая большая конкуренция. Это все не пустые слова. Дальше ребят получают назначение на должности, поднимают очень важные вопросы, которые их волнуют. И по факту мы получаем очень много прорывных идей, стараемся на высоком уровне поддерживать процесс развития молодежи в компании. Через пять месяцев участники встретятся вновь, чтобы представить свои проекты на суд жюри. Дарья Эйвазова, Василий Заводский, Новости по будням. Профессиональный взгляд или консультация нередко требуется при ремонте в доме или квартире. И такой совет от опытных дизайнеров интерьера можно получить абсолютно бесплатно в рамках нового проекта медиахолдинга НТС. Каждый вторник в течение июня радиослушатели будут узнавать о специфике разных этапов ремонта, причем обсуждение будет идти на основе реконструкции реальной квартиры. Например, эксперты расскажут о тонкостях приемки квартиры, особенностях выбора ткани для интерьера. Проект «Дизайнер знает» запустила радиошансон, вещание которого в Иркутске осуществляет медиахолдинг НТС вместе с партнерами сетью магазинов «Керама Марацци». В следующий вторник на волнах 105,6 FM с 9 до 10 часов утра дизайнеры Анна Радюк и Ольга Соколова в частности объяснят, на каком этапе ремонта и как нужно планировать расположение мебели, электрики и сантехники. На такое ноу-хау предложили, мы перенесли стиральную машинку в коридор, потому что стиральная машинка – это не сантехническое оборудование. Ее можно ставить куда угодно. Иногда бывает, что рабочие сами хотят себе немножко все упростить. И вот при общении с сантехником мы встретили некоторые преграды, но в конце концов доказали ему, что наше решение будет наиболее эргономично. А сразу после короткой рекламы расскажем о новостях спорта, а также вы узнаете, зачем сотрудники Росгвардии наведались в школу Иркутска. Не пропустите. Футбольный клуб «Иркутск» снова победил. Напомним, команда проводит свой первый сезон в третьем дивизионе первенства Сибири и Дальнего Востока. В очередном матче наши земляки в гостях обыграл клуб «Чита» со счетом 1-0. После семи встреч в активе иркутян 19 баллов, и они занимают первое место в таблице. О других успехах спортсменов области расскажем прямо сейчас. Дарья Яровая, чемпионка России по хапкидо. Это корейское боевое искусство с элементами айкидо и тхэквондо. На соревнованиях, которые состоялись в Липецке, уроженка Иркутска выступала в весовой категории до 67 килограммов в дисциплине «Полноконтактный поединок». В ней же взял серебро наш земляк Иван Ширшин. Он также занял третью строчку в программе «Фристайл с оружием», а победителем этой дисциплины стал Сергей Вагин. С золотой медалью из республики Алтай вернулся Карим Абдулаев. На всероссийских соревнованиях по дзюдо среди сельских спортсменов наш земляк оказался лучшим в весовой категории до 73 килограммов и получил право выступить на чемпионате России. Кроме этого, прибайкальские спортсмены завоевали на турнире по одной серебряной и бронзовой награде. Футбольная сборная Боханского педагогического колледжа – лучшая в Иркутской области. Они отлично выступили на традиционном турнире среди профессиональных образовательных организаций. Соревнования прошли в Ангарске, в них приняли участие 14 коллективов со всего Прибайкалья. Иркутяне заняли лишь третье место. Даниил Седов, новости по будням. Прогулки – это не спорт, конечно, но их тоже можно сделать полезными. И, к примеру, узнать во время них что-то новое. В областном центре уже много лет проходят уличные лекции. 14 июня состоится очередная встреча проекта «Прогулки по Старому Иркутску». В этот раз участники узнают больше об изобретателе Владимире Тихомирове. Он занимался развитием техники для горной промышленности. Что-то новое вы можете узнать из нашей рубрики «Повесточки». Смотрим. Всем привет! Забота – дело хорошее и приятное каждому. Но важно проявлять заботу так, чтобы она приносила пользу. Но в жизни порой бывает совсем по-другому. Об этом сегодня и предлагаю поговорить. Увековечила любовь к животным иркутская художница Катя Лазарева. Девушка нарисовала портрет своего кота Амура на стене дома по улице Ленина. Питомец изображен сколчаном со стрелами. Они украшены красными сердцами. Портрет составлен из мозаики. Амур прожил у девушки всего два года, а потом умер. И листая фотографии животного в телефоне, художница решила воссоздать образ кота в городском пространстве. Забота необходима и детям, особенно в летнее время. Поэтому сейчас сотрудники Росгвардии и ГИБДД проводят совместную акцию. Мероприятие под названием «Безопасные каникулы» стартовало в пришкольных оздоровительных лагерях Иркутска. Сотрудники ведомства учат детей правилам личной безопасности при нападении злоумышленников, а также напоминают о правилах дорожного движения. Также в гости к школьникам пришли и кинологи, которые познакомили ребят с особенностями своей профессии. Не особо озаботились оригинальностью. В России представили новый логотип сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс». На изображении авторы хотели показать котлету от бургера и картошку фри, но на деле вышел откровенный плагиат. Пользователи соцсетей мгновенно нашли как минимум пять примеров похожих логотипов, один из которых принадлежит крупной звукозаписывающей студии. А вот как будет называться обновленный «Макдональдс» в России, пока неизвестно. Ключевыми вариантами остаются «Весело и вкусно», «Свободная касса» и «Тот самый». Забота о местных жителях чуть не привела к трагедии в мексиканском городке Куэрновака. Запуск подвесного моста прошел с огоньком. На торжественное открытие приехал даже мэр города. Вот только рабочие, видимо, не предупредили его, что мост весьма неустойчивый, и большое количество людей одновременно он не выдержит. Так и произошло. При попытке людей попрыгать по мосту, конструкции порвались, и все стоявшие на нем горожане рухнули вниз. Благо, высота до земли оказалась не такой большой, но 10 человек, тем не менее, получили травмы, в том числе и жена мэра. Заботьтесь о тех, кто в этом нуждается, и еще увидимся. Пока. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Хороших вам выходных. И помните, мы всегда вместе с вами.